Добрый день, уважаемые коллеги! Уже у кого-то, наверное, вечер. Разрешите вас приветствовать на очередном телемазку нашего общества, который посвящен Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Хотя этот день был 4 февраля, но поскольку он выпал на субботу, мы решили, что мы не будем нарушать отдых наших коллег и проведем это, так сказать, в рабочем порядке на этой неделе. Этот телемост, он, по сути дела, традиционный. Мы проводим уже несколько лет, и в процессе этого телемоста мы связываемся с нашими региональными организациями, так сказать, раскиданными по всей территории нашей большой страны, для того, чтобы узнать, чем живут и как работают коллективы онкологических учреждений в это непростое время. Что нового, интересного появилось в их работе, чем можно было бы поделиться коллегами из других регионов. Традиционно модераторами этого моста является ваш покорный слуга и также профессор Ходьков Игорь Евгеньевич, главный онколог города Москвы. К сожалению, он в достаточный момент занят и, вероятно, сможет подключиться к нам позже. Поэтому сегодня вторым модератором выступает профессор Людмила Григорьевна Жукова. Она заместитель Игоря Евгеньевича по, так сказать, по руководству центром Логинова в городе Москве. Одновременно является членом правления Российского общества клинической онкологии. Поэтому давайте мы приступим. У нас большая программа, достаточно много регионов. Я прошу, так сказать, выступающих соблюдать временные рамки выступлений, чтобы, так сказать, не задерживать других коллег. Поэтому начнем с самого восточного региона. Я так понимаю, что я вижу Эльвиру Леоновну на экране. Добрый вечер. Которая представляет Южно-Сахалинск и Южно-Сахалинский онкологический диспансер. Пожалуйста, Эльвира Леоновна. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я приношу глубочайшие извинения от Сергея Станиславовича. Из министерства не отпустили, не может присоединиться к нам. Для тех коллег, с кем не знакома, я представлюсь. Меня зовут Парсаданова Эльвира Леоновна. Я заведующая отделением дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии. И являюсь председателем регионального общества «Русска». В этом мероприятии мы участвуем впервые. Я решила рассказать кратко обо всем, что происходит в нашей области. Особое внимание хотелось бы уделить региональной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. Потому что в 2022 году мы достигли некоторых успехов по выполнению основных показателей нашей службы. И кратенько я на некоторых моментах остановлюсь. Наша область является достаточно малочисленной. На 2022 год 448 тысяч населения. И при всем при этом заболеваемость на очень высоких цифрах. Мы стабильно занимаем второе место в целом по России. В 2022 году заболеваемость составила 515,5 на 100 тысяч населения. Мы среди всех дальневосточных областей, среди дальневосточного федерального округа стабильно демонстрировали самые высокие показатели смертности в нашем регионе. И с целью снижения данных показателей, с целью увеличения доступности качественной медицинской помощи в 2019 году была разработана региональная программа Сахалинской области по борьбе с онкологическими заболеваниями. Основные цели, поставленные на 2024 год, Основные цели этой программы, поставленные на 2024 год, это снижение смертности от злокачественных новообразований до 191 истинни на 100 тысяч населения. Естественно, снижение одногодичной летальности до 17. Увеличение доли выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях, 1 и 2 до 63% и увеличение пациентов, состоящих на учете более 5 лет до 60%. И по основным показателям в 2022 году мы получили такие цифры, что одногодичная летальность у нас низилась по сравнению с 2021 годом, с 26 до 19,2, 5-летняя выживаемость составила, с 54 возросла до 57, смертность, смертность в 2021 году составила 223 и в 2022 году 210,7. Доля первой и второй стадии 58,2, в 2021 году всего лишь 51,9. Ну и естественно подрос показатель по верификации злокачественных новообразований, то есть он достигает на сегодняшний момент 98%. Региональная программа, какие некоторые аспекты? Ну и естественно это ежегодный маммографический скрининг рака молочной железы, цитологический скрининг предрака и рака штыки матки. Отдельно я затрону скрининг рака и предрака толстой кишки, который мы проводим с помощью теста, с помощью анализа кала на скрытую кровь, новым иммунохимическим методом. Скрининг рака предстательной железы, ну и естественно в регионе выполняется низкодозовая КТ для определенной группы один раз в год, это хронические заболевания легких и курильщики свыше 20 лет. По поводу колоректального рака, что мы получили? С 2020 года используется новый количественный тест. В 2020 году было проведено свыше 8000 тестов, положительных из них было 674. В 2021 году 5258, 451 положительный. В 2022 году 5750, положительных 477 и выполнено свыше 1000 тотальных колоноскопий. При получении положительного теста на скрытую кровь, пациенты активно приглашаются в онкодиспансер для проведения тотальной колоноскопии. Всего за эти три года мы выявили 138 полипов, которые, естественно, были удалены по показаниям, злокачественных образований 64, из них 59 случаев, это первые и вторые стадии. Таким образом, в 2022 году доля первой и второй стадии по колоректальному раку составила 47,2%, по сравнению с 2021 годом, где всего 38%. Что касается рака шейки матки, у нас в регионе активно внедрена система жидкостной цитологии. 12 районов области сотрудничают с онкодиспансером. Материал направляется в нашу лабораторию. По раку шейки матки доля первой и второй стадии 70,8%. По поводу рака молочной железы у нас, одну минуточку, по поводу рака молочной железы доля первой и второй стадии практически 80%. У нас организован референс-центр. Все маммографические снимки имеют двойное прочтение в этом центре. Так, далее, рак почки очень большое количество диагностируется также на ранних стадиях. Широко распространено ультразвуковое исследование в поликлиниках области. В рамках реализации регионального проекта у нас открыты центры женского и мужского здоровья. Регулярно проводятся дни открытых дверей. Соответственно, это все, что я хотела основное сказать. Также в 2022 году мы увеличили коечный фонд отделений противоопухолевой лекарственной терапии, как круглосуточных, так и дневного стационара. И по поводу одногодичной летальности еще один аспект. Естественно, мы думаем, что снижение этого показателя связано с нашим хорошим обеспечением лекарственным. То есть, по-прежнему мы здесь не испытываем особых проблем. И наши пациенты получают достаточно качественную лекарственную терапию. В принципе, это все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. С удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо. Спасибо большое, Эльвира Леонна. Я хотел бы спросить, всегда была большая, но сложная проблема для сахалинского коллектива онкологов. Это кадровая. Как сейчас с кадрами? По поводу кадрового обеспечения. На сегодняшний момент отделение дневной стационар укомплектовано врачами на 80%. Круглосуточный стационар противоопухолевая химиотерапия укомплектован на 100%. То есть, в этом году мы практически полностью укомплектовали именно штат химиотерапевтов. А что с диспансером? У Ахта, да? У вас диспансер там находится региональный? Или там эти линии? Ну, не поняла вопрос, Сергей Алексеевич. А вот на севере, так сказать, Сахалина находится... На севере, да. В рамках региональной программы у нас открыто два ЦАОПа. Один на самом севере острова – это город Аха. Один в центре острова – это город Паранайск. Там есть онкологи. Центр в Паранайске работает. Не очень удовлетворительно, но работает. Центр в Ахе, к сожалению, пока на сегодняшний день нам никак не помогает. Потому что большая территория, большое расстояние от Южно-Сахалинска, от севера. Поэтому я хотел спросить. Вот вы говорите об тесте на скрытый кал, на скрытую кровь. Вот пять тысяч прошедших тестов – это кто такие? Сергей Алексеевич, там вопросы сорвали с языка. Именно этот хотелось спросить, как это было организовано? Кому эти тесты? Как это было организовано? Это большая проблема. То есть, по-хорошему, это пациенты возрастные, посетители поликлиник, которым после 60 лет рекомендуется, точнее, извините, с 50 лет рекомендуется прохождение этого теста. Какую-то отдельную группу мы не выделяли. На сегодняшний момент это большая проблема, что нет отдельной дискредитированной группы, кому мы будем проводить и у кого будем выявлять. То есть, это просто широкие слои населения, кто пришел в поликлинику, и мы предложили им воспользоваться этим. Тогда следующий вопрос по этому поводу. Вот 400, там вы сказали, 70 положительных тестов. А сколько же колоноскопии сделано по этому поводу? Всего у нас суммарно за 3 года колоноскопии 1056. Хорошо, теперь другой вопрос. А сколько же врачей, так сказать, эндоскопистов работают? И вообще, какая же пропускная способность? Потому что, если вы будете расширять программу, скажем, так сказать, тестирования, будут ли справляться эндоскописты с тем потоком, так сказать, пациентов, которым требуется колоноскопия? Вот эта цифра по онкодиспансеру, кого мы приглашали, естественно, к нам активно. У нас 4 врача-эндоскописта. Вопрос очень остро стоит именно с кадрами эндоскопической службы. И все они, все владеют колоноскопией? Да, да. Окей, хорошо. Людмила Григорьевна, пожалуйста, если у вас есть вопросы к Эльвире Леоновне. Огромное спасибо, Эльвира Леоновна, за тот труд, который вы делаете, осуществляете в сложных условиях. И те результаты, которые вы показываете, ну, это наполняет определенным чувством гордости и не до конца, но все-таки какой-то удовлетворенности, потому что я очень плохо себе представляю, как можно с этими вашими территориями обеспечить работу центров амбулаторно-онкологической помощи в отношении, например, лекарственного лечения дневных стационаров. Я вообще не понимаю, как пациент может... Это в сложности, да, у нас есть такие сложности. А при вертолете... Вот, поэтому вопрос, который задал Сергей Алексеевич, он действительно за собой тянет несколько моментов. А частота выявляемости, то есть сопоставляли ли вы корреляцию между позитивным тестом колоноскопии и установленным диагнозом колоректальным. И если была такая аналитика, на каких стадиях вам в таком случае удавалось выявить эту опухоль? Из тысячи колоноскопий мы выявили 64 злокачественных новообразования. Из них 59 случаев – это первая и вторая стадии. Ну, я думаю, что это стоит того. Спасибо большое. Спасибо большое за комментарии. Там же не менее эффективный метод снижения заболеваемости – это удаление полипов, которые... Полипов было 138. Поэтому это, конечно, та опухоль, где мы можем уменьшить заболеваемость, проводя, так сказать, процедуру скрининга. Это, так сказать, редкая ситуация. Хорошо. Спасибо большое, Эльвира Ливонна. Спасибо. Успехов вам. Низкий поклон Сергею Станиславовичу от меня лично. Обязательно передам. Давно мы с ним не виделись. Теперь мы переносимся в Иркутск. И у нас на связи... Зубков Роман Александрович, главный врач областного онкологического диспансера и наш коллега, добрый друг и товарищ Дмитрий Михайлович Пономаренко. Я не знаю, здесь он или нет. Да, приветствуем вас, уважаемые коллеги. Здравствуйте, глава, уважаемые председатели. Сергей Алексеевич, Людмила Григорьевна. Роман Александрович сейчас у нас уехал в Минздрав. Обязательно присоединиться. Вот звонил, что подъедет. И я имени Иркутского онкологического диспансера хочу всех сердечно поприветствовать. Действительно, у нас проблема онкологических заболеваний в Иркутской области стоит достаточно остро. При населении области 2 миллиона 400 тысяч. Ежегодно 12 тысяч новых случаев выявляется. Диспансерная группа на сегодняшний день более 65 тысяч человек. Но онкологическая служба успешно развивается. И мы добились целевых показателей, которые в настоящее время поставлены по программе онкология. На сегодняшний день мы подготовили такой калейдоскоп, как нам кажется, интересных, наиболее интересных, ярких событий, которые у нас происходят. У нас будет три коротких доклада. Но, конечно, этими событиями не ограничиваются нового введения, которое у нас есть. Вот хочу в качестве примера, предположим, для немелкоклеточного рака легкого у нас проводятся молекулярно-генетические тестирования в полном объеме. И кроме необходимых обязательных тестов, таких как и GFR, ALK, ROS1 и BRAV, в настоящее время мы делаем транслокацию RET. Мы буквально с этого года приступили к исследованию амплификации гена МЭД. Поэтому служба динамично очень развивается. И в качестве наглядных примеров я хочу с удовольствием большим передать слово своим коллегам. И представляю Алексей Борисович Кожевников, начальник отдела лечения опухолей, костей, мягких тканей и кожи. Алексей Борисович Кожевников. Здравствуйте, коллеги. Наш доклад... А можно включить? Наш доклад посвящен организации онкопедической службы в Иркутской области. Иркутский онкодиспансер является одним из восточных центров по онкортопедии, который выполняет весь объем онкортопедической помощи. Диспансер работает в тесном контакте с подобными центрами в Санкт-Петербурге, Москве, Обнинске, Казани, Томске, Новосибирске. У нас выполняются все органы сохранной операции, и это и эндопротезирование, и сегментарные резекции, остеопластика по Элизарову, замещение с использованием микрососудистых трансплантатов и большое количество малоинвазивных технологий. Эндопротезирование выполняется всех крупных суставов конечностей и также мелких суставов. Также выполняется тотальное эндопротезирование, оно не ограничивается только конечностями, также выполняется эндопротезирование грудины, ключицей, костей таза. В своей работе мы используем как стандартные модульные эндопротезы, так и эндопротезы индивидуального дизайна. Так как представлен эндопротез локтевой кости, разработан совместно с чешской клиникой, вы видите хорошие функциональные показатели. В начале нашей работы при опухолях костей и таза выполнялись калечащие операции, но на данный момент разработаны все виды резекции, включая резекцию крестца. Выполняется замещение обширных дефектов грудной стенки тоже по своеобразным методикам. Но хирургия конечно не бывает без осложнений, поэтому со своими осложнениями мы поремся сами. Вот представлены, например, ревизионное эндопротезирование у пациента с посттравматическим переломом эндопротеза коленного сустава. В разработке этого эндопротеза принимали участие как чешские клиники, так и институт Бахина, институт Томска. И как вы видите, разработанная конструкция, она в принципе успешно была установлена у пациента. Выполняется замещение костного дефекта свободными трансплантатами при различных локализациях на микрососудистых анастомозах. Также выполняется замещение дефекта кости несвободными трансплантатами на сосудистые ножки. К сожалению, эндопротезирование имеет за собой, что в раннем, что в отдаленных временных промежутках, большое количество осложнений, поэтому у молодых пациентов зачастую выполняется остеосинтез по методике Елизарово. Особым вниманием мы уделяем сегментарным резекциям конечностей, как представлена пациентка, где выполнена сегментарная резекция нижней третьей голени. Укорочение конечностей было устранено на аппарате Елизарова и с хорошим функционерами в результате. Хотелось бы маленько остановиться на наших разработках, которые были проведены в отделении. Это эндопротезирование с применением пористого никеледа титана. Разработаны операции по эндопротезированию дистальных отделов лучевой и локтевых костей. Также выполняется эндопротезирование с применением протоклевом. Разработаны операции с использованием большого сальника при пластических операциях. Это уже стало у нас стандартным при операциях по резекции грудины. Хороший эффект мы получили за счет уменьшения количества раневых осложнений при операциях на костях таза с эндопротезированием. Также сальник стал хорошим конкурентом при альтернативе вертикальному ректоабдоминальному лоскопу при операциях по резервции крестца. К нами разработана методика аутопластики несвободным бедренным трансплантатом из мышелка бедренной кости. Также несвободная аутопластика трансплантатом бедренной кости на медиальной головке и кроножной мышцы. Выполняются в виде ассистированной операции. В основном они выполнялись при аневризмальных костных кистах и взятие биописи целенаправленно с подразделительными участками. При больших мягкокарных компонентах опухоли, особенно хороший эффект при метастазах опухоли почки, мы получали за счет предоперационной ангографической эмболизации опухоли. При множественных метастазах и тяжелой сопутствующей патологии часто выполнялись чрезхозные пункционные аустропластики с высокочастотной термоабляцией. Как вы видите, мы начали свою работу в 2004 году. За истекшее время у нас значительно увеличилось количество операций, при том, что процент количественных операций снизился с 30 до 7%. Спасибо за внимание. И у нас следующий доклад. Марина Викторовна Демченкова, заведующая отделом химиотерапии гемобластозов, трансплантации костного мозга. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен внедрению трансплантационных методик в стенах нашего диспансера. Все началось с того, что в 2013 году мы разделили отделение химиотерапии на отделение химиотерапии солидных опухолей, отделение химиотерапии лимфопролиферативных заболеваний и сарком мягких тканей. А в 2016 году было открыто здание с блоком трансплантации костного мозга. Известно, что наш город от Москвы располагается на расстоянии 4200 километров. И далеко не каждый пациент может поехать на трансплантацию в федеральный центр. Если обратиться к статистике, то у нас выявляется порядка 50 случаев новых случаев лимфом Ходжкина и 300 в случаях неходжкинских лимфом. Внедрению нашего отделения трансплантационного предшествовало развитие лабораторной диагностики, в частности, проточной цитометрии, молекулярной биологии и птицогенетики. Также внедрена заготовка стволовых клеток и хранение в криохранилище. Клетки готовим как в условиях операционных из костей таза и костного мозга, так и из периферических стволовых клеток. Кроме того, в 2018 году был организован региональный регистр доноров Иркутской области, на сегодняшний день включающий 645 доноров, который показал свою высокую эффективность в пандемии COVID, когда мы активировали нашего донора для пациента из Московского трансплантационного центра. В основном наши пациенты – это лимфопролиферативные заболевания, с лимфомой Ходжкина, ДБККЛ, множественная миелома, а также саркомы. Показаниями к трансплантации стволовых клеток ауто – это рецидивы лимфомы Ходжкина, рецидивы, а также в первой ремиссии некоторые неходжкинские лимфомы и плазмоклеточные дискразии. С 2016 года нами было выполнено 131 аутотрансплантация и 8 халогенных трансплантаций. Среди них множественные миеломы, лимфомы Ходжкина, неходжкинские лимфомы, а также 1 пациентка с рапдомиосаркомой и 1 пациент с рецидивом герминогенной опухоли. С рецидивом Ходжкина 33 пациента, особенностью этой группы пациентов явилось то, что мы трансплантировали не в первой ремиссии, как по стандартам, поскольку у нас были пациенты уже и в третьем, и в четвертом рецидиве, но тем не менее мы получили выживаемость без прогрессирования 60,6%, а общая выживаемость составляет 97%, поскольку эти пациенты дожили до появления новых таргетных агентов, такие как ингибиторы Checkpoint и Brintuximab, а также 3 из них получили аллогенную трансплантацию. Неходжкинские лимфомы 44 пациента, в основном это рецидивы диффузных бакробноклеточных лимфом, которые, к сожалению, в случае рецидива однозначно погибают. Наши результаты выживаемость без прогрессирования 63,6%, общая выживаемость составляет 72,7%. Среди пациентов множественная миома 43 человека, результаты выживаемость без прогрессирования 79%, общая выживаемость 88,4%. Таким образом, в настоящее время в Иркутском онкодиспансере имеются возможности и ресурсы для своевременной реализации клеточной терапии пациентам с лимфопролиферациями, так и солидными опухолями, которыми это показано. Взрение клеточной терапии в Иркутской области значительно улучшило показатель выживаемости в группе пациентов с лимфопролиферациями. Спасибо большое коллективу Бусова Депос, и это невозможно без поддержки руководства и федерального центра. В частности, большую помощь нам оказал Центр НИИ детской гематологии, онкологии и трансплантологии имени Раисы Максимовны Горбачевой. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующий доклад – опыт использования информационно-управляющей системы АРИА для оптимизации работы службы лучевой терапии. Заместитель главного врача традиционной безопасности, врач-радиотерапевт Куриной Максим Александрович. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я коротко расскажу про те введения, нововведения, которые произошли в нашей службе. На самом деле, управляющая система АРИА знакома большинству радиотерапевтов. Наш личный опыт с ней знакомства начался в 2015 году, но мы постоянно наполняем, совершенствуем и более полномерно глубоко внедряем нашу работу. Наша служба построена таким образом, что фактически центр является наслаждением. Это город Ангарск, куда прибывают пациенты со всей области. И, соответственно, достаточно тяжело проанализировать и организовать пациента поток таким образом, чтобы не было большой скученности пациентов и повысить пропускную способность. Собственно говоря, поэтому и была сделана ставка именно на компьютеризацию данного раздела работы таким образом, чтобы можно было прогнозировать пациента поток. Внутри нашей клиники мы создали из себя внутренний протокол, что от момента поступления пациента в отделение лучевой терапии, будь это круглосуточный стационар, дневной стационар, до начала лечения должно пройти максимум трое суток. По истечении этого срока должно приниматься решение, почему пациент не начал лучевую терапию, что требуется для данного пациента дополнительный консилиум, дополнительная подготовка или так далее. Как раз с помощью информационно-правляющей системы мы наглядно можем анализировать, на каком этапе каждый наш пациент и видеть вот таких вот стикеров на главном экране, видеть тех пациентов, которые у нас убиваются из общего графика. Данная система шикарно помогает заведующим отделениям как раз проанализировать, на каком этапе идет задержка пациента, будь то личная какая-то особенность подготовки доктора, либо подготовка самого пациента. Каким образом происходит вот этот вот весь процесс? Он разбит на две составляющие. Это работа врача и работа медицинского физика. То есть фактически можно видеть на каждом этапе, сколько прошло часов от момента поступления пациента до начала курса лучевой терапии. Причем саму лучевую карту, электронную карту мы постоянно пополняем, внося туда не только предписанные дозы, но и анамнез пациента, это главные его разделы по основному заболеванию, диагноз пациента, но и самое главное факторы идентификации пациента, фотографированные пациента. То есть наглядно видно, что от момента обращения до того, как врач закончил работу подготовки пациента, прошел 21 час 50 минут. Далее пациент поступает на планирование. Работа физиков занимает примерно двое суток. Каждый план у нас проходит дополнительную независимую проверку внутри отделов медицинского физика до того момента, как он попадет на анализ уже лечащему врачу. Верификация плана 100%, утверждение плана, ну и, собственно говоря, сама реализация плана. Вторая составляющая, на которую мы делаем большую ставку, это дистанционная регистрация пациента перед каждым сеансом по прибытию в отделение. В виде штрих-кода каждому пациенту выдается обезличенные данные, при входе он регистрируется и фактически появляется у нас в очереди на ожидание. В отношении вот этой системы, конечно, двоякое впечатление в том плане, что штрих-код нужно постоянно по себе иметь. Пациент его может забыть, пациент его может элементарно потерять. Пробовали делать в виде браслетов, но браслеты тоже не очень удобно. Вот, они хорошо себя показали среди пациентов круглосуточного стационара, но пациенты дневного стационара также их умудряют сорвать, повреждать. Вот, поэтому я думаю, что эта система хорошо себя покажет на этапе именно дневного стационара в разделе пациентов, там, где требуется подготовка именно накопления, например, мочевого пузыря. То есть этого пациента мы заранее будем видеть, что он прибыл и уже регистрирует время на ожидание по подготовке для начала лучевой терапии. Что это дало? Вот, ну, действительно, мы теперь видим вот эти трое суток по подготовке пациента. Цифровая лучевая карта на себя полностью оправдала. То есть тот бумажный компонент, который мы используем, мы его фактически только вклеиваем с основными тезисными моментами в историю болезни, ну, как мы говорим, да, для страховой компании. Все детали мы имеем у себя на сервере, который можно перспективно потом поднять, проанализировать, вот, тем самым исключая утерю карты. И самое главное, видим фиксацию времени, сколько было затрачено на каждого пациента. Тем самым можем повысить пропускную способность отделения, потому что современные аппараты позволяют нам в день брать и по 100, и по 120 пациентов, вот, чтобы избирать этой вот скученности. Как раз с помощью лучевой электронной карты мы можем решать данную проблему. Ну, и, соответственно, сам пациент с меньшим временем ожидания, вот, больше рад, вот, меньше у него жалоб возникает и неприятных ощущений, что доктор про него забыл. Ну, и техническая составляющая, поскольку лучевые терапевты, они очень зависимы именно от оборудования, на котором они работают. Наконец, в 2022 году, в конце года мы запустили полноценный гейтинг. У нас теперь есть полноценная 4D компьютерная томография, и как раз первые пациенты у нас уже пойдут с гейтингом, проходят лечение с гейтингом. Пока завершенных нету, но в феврале месяце мы как раз уже закончим по первым пациентам. Ну, что такое гейтинг и наличие возможности синхронизации подыхания для лучевого терапевта? Это отдельный разговор, это открывает большой спектр возможностей для лучевого терапевта в плане облучения единичных метастазов, облучения единичных опухолей, там, где есть физиологические изменения положения опухоли в пространстве. Ну, и наша главная составляющая прошлого года достижения – это установка еще одного аппарата туннельного типа с возможностью полноценной MVKV визуализации. То есть мы видим хорошую картинку, как раз представленную в правой половине моего слайда. Это полноценный снимок КТ, где мы можем хорошо дифференцировать мочевой пузырь, прямую кишку, предстательные железо-семенные пузырьки, что не менее важно для точности нашей лучевой терапии. Спасибо, коллеги. Ну, спасибо, коллеги. Да, впечатляющая, так сказать, информация, очень совершенно наглядно демонстрирует о том, что диспансер развивается, а не стоит на месте и идет вперед. Но можно я поспрашиваю вас? Я сначала спрошу Дмитрия Михайловича. Он сказал, что проводится тестирование анимеококлеточного рака легкого, молекулярно-генетическая широкая панель. Я хочу спросить, это делается одновременно или последовательно? Спасибо, Сергей Алексеевич, за вопрос. У нас настроено следующим образом, что гистологи при необходимости проведения молекулярно-генетических исследований передают в соответствующую лабораторию материал. Первым этапом ставится ПЦР-диагностика на и GFR, и на мутацию BRAF. И GFR делается, кроме стандартных мутаций, делается и инсерция 20-й экзон, и мутация в 19-м экзоне, не помню ее название. После получения отрицательных результатов, все это делается в течение нескольких дней. Еще раз говорю, и GFR, и BRAF делается одновременно, потому что проводка материала, это, так сказать, предпочтительная. После этого при отрицательном результате передается на фиш-диагностику, и одновременно делается ALK, точнее, последовательно, но тоже в течение нескольких дней. АЛК при отрицательном результате РОС-1, ну и далее РЭД, и вот мы, амплификацию МЭД мы сейчас запускаем только. Спасибо, спасибо. ПДЛ-1 диагностику делает гистологическая служба иммунофенотипированием. Ну, соответственно, вот этот материал, он между лабораториями особо не гоняется, если его достаточно исходно или параллельно, при необходимости, гистологическая лаборатория проводит и ФТ на ПДЛ. Алексей Борисович, вы рассказали и показали впечатляющую презентацию хирургических методик. Я хотел бы спросить, лечение опухолей, сарком, мягких тканей, костных сарком, это все-таки сегодня мультидисциплинарная задача. В какой степени, так сказать, вы, так сказать, взаимодействуете с коллегами других специальностей для того, чтобы получить наилучший результат, так сказать, у ваших пациентов? Ну, здесь, конечно, мы, в нашем отделении отвечают в основном за хирургический момент лечения, но мы работаем в полном контакте, это, конечно, химиотерапевты и радиологи. У нас отделение работает в рамках саркомной группы, поэтому здесь у нас как-то проблем нет. То есть у вас мультидисциплинарная консилиума между отделениями? Нет, у нас просто всегда присутствует на консилиуме химиотерапевт и радиолог, то есть лечение определяется сразу при выборе плана лечения. И если нужна лучевая терапия, пациент идет в отделение, где проводится лучевое лечение, если химиотерапия, то он идет в отделение химиотерапевтическое? Да, 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 именно так. Окей, хорошо. Марина Викторовна, вот я заметил, что, так сказать, вы начали алло-трансплантацию. Скажите мне, пожалуйста, материал для, так сказать, пересадок, это вот ваши биобанки или это родственники? У нас из 8 трансплантаций выполнено 4 трансплантации родственные, это братья и сестры, и 4 трансплантации аллогенные, это доноры из российского регистра. Из российского регистра. Скажите мне, пожалуйста, сколько врачей у вас в блоке? Сейчас мало, 4. Ну, 4 это армия. А примерно сколько трансплантации вы можете делать в год, если, так сказать, на полную загрузку? Если на полную загрузку и достаточно будет у нас персонала, то 60 можем делать. 60 в год. Ауто. Ну и аллогенные, соответственно, тоже можем. Примерно столько. Все вместе, скорее всего, так. Короче. Сергей Алексеевич, можно тоже вопрос? Я не говорю, вы вперед. Марина Викторовна, да, то, что вы представили, это, конечно, достойно восхищения. У меня вопрос. Я правильно поняла, что у вас организован уже сейчас свой биобанк? У нас хранят, мы входим в систему БМДС. Или у вас тогда просто чан с... У нас чан, да. У нас дюар с жидким азотом, где хранятся клетки для аутотрансплантации. То есть смысл ауто – это в том, чтобы провести большую дозу цитостатиков. Мы заранее заготавливаем у пациента стволовые клетки, замораживаем в жидком азоте. Они хранятся до того, пока мы пациента получим полную ремиссию. Затем в консолидации мы выполняем аутотологичную трансплантацию после выполнения кондиционирования. Переливаем эти клетки, размораживаем и переливаем. А аллогенные клетки, они заготавливаются непосредственно параллельно кондиционированию до рецепиента. Там, где... Нет, у меня вопрос, Марина Викторовна, у меня вопрос-то не в этом был. У вас прозвучало, что вы имеете возможность думать про дальнейшее развитие клеточных технологий в том числе. Не задумывались ли вы о том, чтобы ваш резервуар с жидким азотом на каком-то этапе перевести в какой-то организованный биобанк? Я думаю, что это было бы интересным направлением в будущем. Ну, пока не задумывались, не стояло такой задачи. А вы поставьте ее. Вы же хотите дальше клеточные технологии развивать? И у вас есть все возможности для этого? Ну, конечно, хочу. Это все будет зависеть от решения руководства. И моей убедительности, наверное. Вот, а вы сможете убедить. Спасибо. Максим Александрович, насколько я понял, ваша созданная система, она, так сказать, совершенно четко контролирует, так сказать, маршрутизацию пациента. А как она, я так и не понял, история болезни в диспансере электронная или пока не электронная? Ну, здесь не совсем верно. Это все-таки не нами созданная система. Вот это система официального поставщика. Просто не все в России эту систему используют на полную возможность того, которое она предоставляет. Да, ограничиваясь только расписанием. А мы как раз ее углубили до того уровня, чтобы иметь полное представление о пациенте в данный момент времени. То есть, фактически сейчас мы работаем над тем, чтобы анализы крови элементарно подгружались в эту систему из общей больничной системы. То есть, у нас система в больнице электронная, электронная история болезни. Просто вот сами данные пациента, они не интегрированы в лучевую карту лучевого терапевта. И фактически часть данных, они вносятся вручную. Те же самые анализы крови, все остальное. То есть, я не понял, в момент проведения лучевой терапии ведется история болезни, так сказать, стандартная, или ведется вот это ваша, так сказать, ваш модуль? Или то и другое? Но бумажную историю болезни мы в любом случае все в стране ведем, потому что мы ее сдаем на проверку, как минимум, в фонд обязательного медицинского страхования. Речь идет о том, что сама лучевая карта, та, которая уходит в историю болезни, она сейчас ограничена двумя листами формата А4. Только фактически страховую компанию интересует период, который пациент проходил лучевую терапию, чтобы там была прописана доза, которую получил наш пациент на выходе. Ну, наши самые клинические рекомендации. Вот, страховой компания абсолютно неинтересна методика, абсолютно неинтересна план пациента, которому он был облучен. Но он архиважен нам сами, даже потом при ретроспективном анализе, либо при возникновении необходимости повторной лучевой терапии и так далее. Окей, хорошо. Я не совсем, все-таки, надо приехать к вам посмотреть, потому что я не совсем понял. Ну, хорошо. Спасибо Иркутску. Спасибо. Спасибо, так сказать, Дмитрий Михайлович, другие коллеги, замечательное представление. Людмила Григорьевна, у нас еще есть пять минут, если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, это как и у вас. Да, я вот по поводу вашей системы по лучевой терапии. То есть вы просто создали систему создания своей локальной карты, ну, там, амбулаторно-стационарного пациента, которую потом в перспективе можно соединить, совместить с единой медицинской картой, которая ведется на пациента в онкологической службе. Я правильно поняла? Ну, не совсем мы ее создали. Вот. Это все-таки та система, которая приобретается совместно с этим оборудованием. Вот. Просто мы эту систему углубили и расширили до того момента, чтобы фактически лучевой терапевт на период, пока проходит пациент лечения, мог быть ограничен только этими данными. Вот. То есть врач пришел на... по своему времени, да, проводит лучевую терапию своим пациентам. Ему не нужно бежать в свой кабинет, открывать электронную историю болезни, брать бумажный носитель. Он это все может смотреть, не отходя, грубо говоря, от аппарата. То же самое мы исключили перенос бумажного варианта из кабинета в кабинет. То есть я сидя у себя в кабинете, вот, оконтрил этого пациента, апрулил этого пациента, да, все. И передал на следующий этап, там, на поверхность заведующему отделением, либо передал медицинскому физику. Я не ношу документы из кабинета в кабинет. У медицинского физика просто появляется галочка, да, что этот пациент у него встал на ожидание, он ждет его часть работы, непосредственно расчет. Медицинский физик закончил свою часть работы, также провел, подписал свою часть, и она загорается уже непосредственно после медицинского персонала на аппарате, да, что пациент, допустим, встал в расписание, он готов к лучевой терапии. И вот таким вот образом. Ну и плюс идентификация данных, то есть мы пациента можем идентифицировать по внешнему виду, то есть там есть фотография этого пациента, то есть фактически паспорт. То есть открывая лучевую карту на аппарате, я уже вижу лицо пациента, как он выглядит, то есть я не могу перепутать пациента и все данные моего пациента, включая анализы крови. Я поняла. Ну то есть интересно, спасибо большое. Хорошо, спасибо Иркутск. Переносимся теперь в Омск. Дмитрия Михайловича в Южкову. Дмитрий Михайлович, вы с нами? Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемый Сергей Алексеевич, Людмила Григорьевна. Я надеюсь, меня слышно хорошо? Да, хорошо вас слышно. Спасибо. Я очень рад вас всех видеть, всех приветствую. И спасибо еще раз за возможность сегодня уступать и возможность вашу использовать вот эту платформу для того, чтобы мы с вами еще раз обменялись информацией, обменялись знаниями. Я думаю, что все это пойдет нам на пользу. Я сегодня хотел бы кратко рассказать о все-таки национальном проекте здравоохранения, о региональном, соответствующем федеральном проекте борьба с онкологическими заболеваниями, потому что так или иначе мы все этих вопросов касаемся. Но хотел бы проиллюстрировать выполнение мероприятий этой программы всего лишь одним кратким, но, на мой взгляд, достаточно ярким примером. Поэтому сначала я скажу о том, что и сегодня себе представляет Омская область. Ну, может быть, не все знакомы. Мы очень похожи на большинство регионов Сибири и Дальнего Востока в части возможности и доступности распределения пациентов, распределения населения, насколько плотно они проживают. Как в большинстве регионов, концентрировано население почти 2 миллиона у нас в области, и 1,136 миллиона живет в административном центре, и трудность доступности помощи, особенно специализированной, в северных территориях. Территория относительно небольшая по сравнению с, например, Красноярским, конечно, краем и Республикой Саха-Якутия, но сравнительно большая по сравнению с территориями в западной части Российской Федерации. Специализированная помощь у нас представлена как первичным звеном, где сегодня работают 4 центра амбулаторно-онкологической помощи. По-прежнему функционирует 59 первичных онкологических кабинетов, но большая часть, основная часть, концентрирована в клиническом онкологическом диспансере. По возможности обеспечения кадровым, конечно, большая сложность и в первичном звене, как, в общем-то, и везде. Лучшая ситуация, конечно, в самом диспансере по понятным причинам. Стационар представлен, видите, 601 койка, 305 сегодня хирургического профиля, койка для противоопухолево-лекарственной терапии 148 круглосуточных, для радиотерапии 130, и у нас по-прежнему функционирует 18 койк детских для лечения солидных опухолей у детей и лифопротеративных заболеваний. Гембластоза у нас лечится отдельно. Конечно же, мы в тренде перехода на стационарозамещающие технологии и увеличиваем количество койка мест в дневных стационарах. Вы видите, у нас 2 локации и, соответственно, 312 и 117 койк в каждом из стационаров. Целевые показатели, ну, я не буду слишком подробно на них останавливаться сегодня. Скажу, что в 2022 году, наверное, впервые за последние 3 года удалось выполнить все показатели. Особенно сложно выполняется показатель по раннему выявлению первой и второй стадии. Видите, у нас 56%. Мы, что называется, на тоненького выполнили. И это, на самом деле, самое критичное на сегодняшний день звено. Если посмотреть на кривые заболеваемости и смертности, то по понятным причинам 2020 год вы видите провал. Почти на 100, на более чем на 100 тысяч населения мы провались. Было 510 в 2019 и 406 стало в 2020 году. Выправляемы потихонечку ситуацию, но пока еще не дотянули даже до уровня 2018 года. Видите, 471 по 2022 году. Пока кривая смертности имеет такой пологая небольшую тенденцию к снижению. Но на самом деле можно прогнозировать некое ухудшение здесь через 2-3 года в связи с показателями 2020 года. Особые значения, конечно, еще раз, ранее выявляемость. Видите, кривая и нижняя красная кривая, которая сегодня не мониторируется программой по онкологии. И эта запущенность, она, видите, в 2020 году был достаточно серьезный подъем, 25. Сейчас мы уходим на 22, но этот показатель пока еще не удовлетворяет ни нас, ни наших пациентов. И, конечно, мы все с вами работаем, исполняя национальный проект здравоохранения, начиная от указа президента через множество нормативных актов и заканчивая региональными распоряжениями региональных правительств, которые, собственно, и утверждают программы развития онкологической службы. В рамках этой программы есть масса мероприятий, вы все их знаете прекрасно. Одно из которых достаточно большое, с большим финансированием, это переоснащение медицинских организаций соответствующего профиля. Как известно, мы с 2019 года, как и все, приобрели достаточное количество оборудования, переоснастили и эндоскопическую службу, и ультразвуковая диагностика, томографы, КТ, МРТ и так далее. Но приобретение оборудования, вернее, это мероприятие, это далеко не только приобретение оборудования, но, конечно, и обучение персонала, и прохождение кривой обучения для этого персонала, и изменение логистики движения пациента, изменение работы других смежных подразделений в одной медицинской организации. Поэтому методики это достаточно, может быть, сложные. И я хочу сегодня сказать, наверное, только об одной методике, которую мы внедрили, это биопсии сторожевого лимфатического узла. Почему мы, собственно говоря, почему я на этом оцентирую, ну, это яркий пример, я уже говорил. Ну, и если посмотреть вот на этом слайде на структуру заболеваемости в прошлом году, то среди всего населения, видите, на левой части слайда, диаграмма, показывающая, что рак молочной железы у нас вышел на первое место среди всего населения. Ну, понятно, конечно, он в женском населении однозначно преобладает. 23,9% среди женщин. Цифра тоже достаточно большая, до сих пор мы не уходили далее 21%. Если посмотреть показатели по, собственно, ключевые показатели по лечению рака молочной железы, то мы видим, что заболеваемость, опять же, в 2020 году у нас рухнула от 44, и мы вот выправляем ее до 5,9 на 100 тысяч населения. Пока это достаточно низкий показатель. Особенно нас волнует, я уже говорил об этом в общей части, ну и особенно в молочной железе, в лечении, в выявлении рака молочной железы, это ранняя диагностика, видите, 69, но менее 70% было в прошлом году, при этом сохраняется достаточно высокая запущенность, 28,5%. Летальность на первом году достаточно высокая, 4,7, это нас тоже пока не удовлетворяет. Собственно говоря, пятилетняя выживаемость, вот нижняя строка, показывает рост, но мы понимаем, что в большей степени этот показатель зависит от внедрения современных противопоколевоекарственной терапии при раке молочной железы, и даже который, видимо, показатель влияет еще и на одногодичную летальность, хотя, собственно говоря, в большей степени он зависит от ранней диагностики. Зачем нам нужна была биопсия сторожевого лимфатического узла? Ну, кроме того, что мы должны были исполнять клинические рекомендации Ассоциаций онкологов России, понятно, это снижение травматичности хирургического вмешательства, это снижение количества послеоперационных осложнений. Понимаем, если мы не выполняем стандартную лимфоанагностомию, то практически мы избегаем для пациентки лимфостаза, различных форм плекситов, контрактур, болевых синдромов, что, собственно говоря, является основной причиной направления этих пациентов в дальнейшем на реабилитационные мероприятия, которые тоже, в общем-то, трудозатратны и, к сожалению, не всегда высокоэффективны. Ну и, конечно же, снижение сроков пребывания пациента в стационаре, примерно 4-6 дней сегодня у нас среднее время госпитализации данной пациентки, если мы выполняем БСЛУ. Нет практически серома, нет длительной экссудации, нет необходимости держать пациентку длительно в стационаре. В 2021 году мы планировали на 22-й год приобретение данного оборудования и была у нас, к счастью, возможность провести тестирование различных видов биопсии стражевого лимфатического узла. Мы проводили и лимфосцинтиграфию с использованием технеция 99-го и децианина зеленого. По понятным причинам, и мы это тоже, так сказать, испытали на своей шкуре, трудности работы с радиофармпрепаратом, логистика сложная, снижение, естественно, активности препарата в зависимости от того, сколько прошло от момента его производства. Радиологическая нагрузка, вернее, лучевая нагрузка на персонал, на пациента, необходимость введения препарата накануне операции, то есть очень много проблем. И мы, конечно, отдали предпочтение цианину зеленому, мы также попробовали препарат, и поэтому в прошлом году нам удалось приобрести две стойки, они несколько разных производителей, но направленность у них одна и та же. И поэтому с прошлого года, если сказать точнее с августа месяца всего прошлого года, мы полноценно запустили эту методику со следующим алгоритмом. Понятно, все пациентки были с клинической Н0 ситуацией. Выполнялась биопсия стражевого лимфатического узла с использованием эндоцианина зеленого. При подтверждении при слощенном гистологическом исследовании операция выполнялась на первичном очаге того или иного объема, начиная от мастектомии и заканчиваясь радикальными резекциями, в том числе с использованием различных видов пластики первичной реконструкции молочной железы. И вторая категория пациентов, у которых при исследовании выявлялся N1, метастазы в сторожевой лимфатический узел выполнял стандартная лимфоденоктомия. Здесь представлены некие этапы, чтобы наглядно показать, как это происходит, введение препарата в область опухоли молочной железы. И далее снимки с экрана в разных режимах свечения. Видите, насколько четко видно место введения препарата и достаточно четко видно дорожку из лимфатических путей к соответствующему сторожевому лимфатическому узлу. Следующим этапом осуществлялся доступ к этому узлу. Параллельно шел контроль этого нахождения, локализации именно этого лимфатического узла. Видите, насколько четко его видно на экране в разных режимах света. После удаления макропрепарата, который не всегда включал только один лимфоузел, зачастую это было 2-3 лимфоузла с небольшим пакетом жировой клетчатки и контроль макропрепарата. Опять же с помощью этого аппарата вы видите. Еще раз убеждаемся, что мы забрали именно тот лимфатический узел, который нам нужен и направление на срочное гистологическое исследование. Это уже препарат при исследовании его морфологом, который выдавал то или иное заключение. Тем временем выполнялась операция на первичном очаге. Опять же в данном случае это мастектомия, но могла быть выполнена радикальная резекция у разных пациенток, в том числе сразу с выполнением первичной пластики. И в зависимости от ситуации выполнялась или не выполнялась стандартная лимфоденектомия. И первые результаты. Я пока не могу говорить о серьезной статистике этого, ну позвольте сказать, исследования. Но первые результаты позвольте поделиться. Вот выполнили мы всего с августа по декабрь 22 года 221 операцию с использованием биопсии стражевого лимфатического узла. Из них только 9 пациенток были с ситуацией N1, которым выполнена стандартная лимфоденектомия. И соответственно 212 пациенток, которым операция была закончена на первичном очаге или в этом астектомии, радикальная резекция и пластические варианты. Таким образом можно сказать, что за 5 месяцев 212 пациентов Комской области избежали, ну в кавычках конечно, но тем не менее напрасной лимфоденектомии. Мы понимаем, что в случае N0 лимфоденектомия носит чисто диагностический характер и не несет в себе, не увеличивает медиану выживаемости. Таким образом, достаточно ярко мы продемонстрировали эффективность только одного мероприятия, даже не целого мероприятия, а всего лишь части этого мероприятия. В дальнейшем мы конечно будем продолжать, мы за январь выполнили порядка 50 еще таких же операций. Дальше мы наберем материалы и можем посчитать уже и экономическую целесообразность, как в плане снижения внутрикоспитальных затрат, так и снижения затрат на последующую реабилитацию этих пациентов. Все другие мероприятия также выполнялись, но я просто выбрал этот пример как наиболее яркий. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Это важно, конечно, внедрение данной технологии биопсии сторожевого лимфатического узла очень важна для наших пациенток, для уменьшения риска возникновения осложнений при выполнении подмышечных лимфоденоктомий. Но я насколько понял, вы пока используете их у тех больных, которые идут сразу на операцию, и пока что используется ли эта методика у больных, которые получали предоперационную химиотерапию или нет? Пока мы не использовали у этих пациенток, но в дальнейшем мы будем прорабатывать этот вопрос. Я думаю, что есть перспективы использовать и у пациенток, которые прошли неодиантную терапию в том или ином режиме. Потому что все больше и больше пациенток начинают лечение с лекарственной терапией, поэтому без сомнения очень важно иметь опыт и распространить использование этой методики и на эту популяцию больных. Но давайте я вас поспрашиваю о другом. Вот вы сказали о том, что не удовлетворяет вас пока что ранняя диагностика пациентов и достаточно большое количество больных диагностируется на поздних стадиях. Это характерно для всего региона или это характерно все-таки для региона за пределами Омска? То есть в Омске с выявляемостью все хорошо, а в регионах, учитывая такую большую территорию в вашей области все не очень хорошо. Сергей Алексеевич, я могу сказать, что оба варианты имеют право на жизнь. Конечно, в регионе за пределами Омска ситуация похуже, но в целом, я уже говорил, что большая часть населения проживает все-таки в административном центре. Официально 1 136 000, а я думаю, что реально проживает практически 1 300 000, то есть львиная доля всего населения. Но в основном проблемы все связаны с ранней диагностикой, конечно же, с остановкой всех, в 2020 году остановкой всех скрининговых мероприятий в рамках диспансеризации и профосмотров. И, к сожалению, на мой взгляд, мы не вышли еще на тот темп и на ток качества, которое было в 17-м и в 18-м году, например. Мы сейчас очень много делаем для того, чтобы все-таки вот эта ситуация улучшилась. Но пока недостаточное количество пациенток и, в принципе, медицинских организаций, которые выполняют диспансеризацию, полностью соответствует 404-му приказу. А он достаточно четко регламентирует сегодня весь скрининг. Абсолютно четкие возрастные критерии, четкая периодичность и качество выполнения этих исследований. Но вот пока наши медицинские организации не все вышли на хороший уровень. Хорошо. В структуре оказания онкологической помощи в регионе 4 ЦАОПа. А где расположены эти 4 ЦАОПа у вас? Три из них расположены в городе Омске. Традиционно, вернее, исторически так сложилось. Мы начали с 2019 года. Два из них было открыто в Омске в связи с необходимостью открытия дневных стационаров, когда объем противоопухолевой лекарственной терапии стал очень большой. В дальнейшем мы открыли центр, что большее значение имеет в городе Тара. Это северная часть как раз Омской области. И он сегодня закрывает у нас порядка 150 тысяч населения по северному кусту. Там должен быть обязательно дневной стационар. Сейчас мы ориентируем работу трех уже существующих центров амбулаторно-онкологической помощи в городе Омске на амбулаторный этап. Не столько на дневной стационар. У одного из них нет дневного стационара. И мы, наоборот, приветствуем это. Потому что сегодня лекарственную терапию онкодиспансер в состоянии выполнить и без центров амбулаторно-онкологической помощи. Все-таки их доля здесь мизерная. Но вот в части амбулаторной части обследования пациентов, особенно первичных пациентов, полноценная и, ну, в кавычках, поставка пациентов с установленным не только диагнозом, но установленной стадией распространенностью, иммунофенотипом опухоли, если мы говорим про рак молочной железы, для того, чтобы первый вход пациента или пациентки осуществлялся уже практически на мультидисциплинарный консилиум. И там буквально на следующий или через день мы могли начать специальное лечение. Вот это идеальная картинка, которую мы хотим добиться сегодня от ЦАОПов именно в городе Омске. Хорошо. А по плану, планируется ли открытие ЦАОПов, так сказать, дальше, в том числе региональных? Или, так сказать, вы пока ограничиваете, считаете, что достаточно четырех ЦАОПов? Нет, Сергей Алексеевич, мы планируем еще один ЦАОП в городе Омске. Нам нужно перекрыть еще один округ, достаточно большой. Сегодня эти функции выполняет, ну, как бы соседствующие ЦАОПы их перекрывают. И который планируется без дневного стационара. И один, в принципе, нужно еще два центра в районах, ну, в более крупных населенных пунктах, это города, ну, больше по формальным признакам, там не больше 25-30 тысяч населения. Но если на севере мы уже вопрос закрыли, то остается у нас еще западная и восточная часть Омской области, которые сегодня вынуждены приезжать в город Омск, тратя на это время, собственно, средства на дорогу и так далее, и так далее. Все сложности вот этой коммуникации. Людмила Григорьевна. Да, я хочу тоже, Дмитрий Михайлович, пользуясь случаем, хочу помочь вас по вашему опыту. Скажите, пожалуйста, у вас сколько в среднем проходит дней госпитализации вот на выполнение стандартной хирургического вмешательства в объеме биопсии сигнального лимфоузла и того или иного объема на молочной железе? Сколько дней у вас пребывает пациентка на койке? Ну, от 4 до 6 дней вот для этих пациенток. А используете ли вы методологию стационара кратковременного пребывания для этих манипуляций с КП? Нет, к сожалению, не используем пока. Мне кажется, вам будет интересно на каком-то этапе, я думаю, что всем будет интересно потом познакомиться с опытом московским, где немножко изменяется подход к стационированию и показания к стационированию. То есть у нас технологии стационарозамещающие, наверное, идут впереди планеты всей. И, например, вот как раз БСЛУ у нас проводится в СКП на самом деле. Конечно, это возможно только при условии, когда пациент территориально имеет возможность в последующем просто посещать клинику для перевязок. Но в целом, с точки зрения экономической целесообразности и, могу вам сказать, эстетических, онкологических и хирургических результатов, эта методология оказалась ничем не хуже, чем лежание на койке там 4, 6, 10 дней и так далее. Поэтому то, что у вас БСЛУ сейчас развивается, вы такими темпами прям одно удовольствие слушать. Вы только по молочной железе биопсии сигнального инфоузла сейчас используете или уже двинулись дальше в следующие нозологии? Нет, конечно, мы начали использовать и в онкорологической практике, при опухолях кожи начали использовать. Но это относительно единичные пока. Все-таки львиная доля, и мы начали с этого именно с ракомолочной железы, более актуальные, наверное, проблемы. Ну, то есть пионеры направления. Да, да, да. Ну, наши... Хорошо, а вот насчет методики стационар-замещающих технологий будет, наверное, вам интересно. Мы можем поделиться, как это у нас сейчас организовано. Спасибо, Людмила Григорьевна, обязательно. Интересно будет посмотреть. Так, мы должны двигаться дальше. Спасибо, Омск. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Спасибо. Низкий поклон вашим коллегам за, так сказать, активную работу. Омск всегда, так сказать, ну не знаю, является примером такого энтузиастического подхода к работе. Пожалуйста, теперь мы переносимся в Ульяновск. Я передаю слово... В Ульяновск. В Ульяновск. В Ульяновске, Людмиле Григорьевне. Да, спасибо, Сергей Алексеевич, за переданную эстафету. Мы переносимся, двигаемся дальше на запад, ближе к центральным регионам. И из Ульяновска у нас представляет Куликов, прошу прощения, имя отчества, потому что заявлены были Сергей Викторович и Наталья Владимировна. Кто представляет Ульяновск? Ну, я буквально пару слов скажу, потому что мы навыли себя в удовольствие. Личные приветствуют вас, Сергей Викторович, вас, Елена Григорьевна. Всех дорогих коллег, которые сейчас подключены к этому переноску. Всем огромный привет в Ульяновск. У нас отличная погода, солнце, небольшой мороз. И я должна сказать, что кроме тех, кто находится сейчас в зале, наши коллеги, подключенные в то это отделение, тоже находятся по онлайн. И я сразу же передам слово, выполняющий наглядности главного врача, нашу диспансер, Куликову, захватывать более широкий, нежели вот те более низкие темы, которые мы сегодня слышали, наверное, такое тоже должно быть. Он может быть касаться реализации федерального проекта древа с экологическим заболеванием. Уважаемые древнады Григорьевна, уважаемый Сергей Алексеевич, уважаемые коллеги, всем доброго времени суток. Позвольте представить кратко, наверное, все-таки реализацию федерального проекта древа с экологическими заболеваниями на территории федерального проекта древности. Олеги, прошу прощения. Организация работы по оказанию онкологической помощи в Ульяновской области рекоментирована двумя основными приказами. Приказом неуздрала Россия 113 и распоряжением 151 неуздрала Ульяновская область. Уровня оказания григорьевской помощи экологическим больным в Ульяновской области представлены... представлены следующими учреждениями. Это наше учреждение онкодисконсервных 36 поэк и 118 пациентов между новостационаров федерального наустро-химический центр медицинской радиологии и онкологии Кумба России, генетологическое отделение в областной клинической больнице, онкодисклакологическое отделение в областной детской больнице и областной собственность на 35 поэк. Также 10 первичных онкокабинетов в городе Ульяновске, 21 кабинетов в районах, 4 САОПа и 275 коек честных уходов. Также в учреждениях первичного звена представлено 83 знаковых кабинетов, из них 32 успеха и 51 взрослых. Каждое обеспечение экспонсера представлено 16 врачами, 290 медицинскими учетами. Что хочется отметить, что это кадровая обеспеченность достаточно низкая, что составляет 0,37 на 10 тысяч населения. В первичных археологических кабинетах и САОПах количество врачей составляет 32, из них врачи МКО 25. Я не буду долго останавливаться на целевых показательных программах, но хочется отметить то, что на протяжении последних двух лет, 21 и 22 год, все показатели в Ульяновской области, они выполняются все у нас недоступны. Здесь хотелось бы представить небольшой слайд. Училленная программа, как в Училище Сирны и Людмиле в Училище, с 19-го года. За это время в нашем учреждении было приобретено 147 единиц комиссионского оборудования на форму практически 1 миллиард За это время было поставлено 147 оборудования, как тяжелое оборудование, как и эндоскопия, коррекционное, УЗИ и достаточно большой спектр оборудования. Сразу же мы получили реальные результаты от поставленного оборудования. Увеличение объемов МРТ практически за эти два года мы увеличили объемов МРТ в 2,5 раз. Также с поставленной тяжелого оборудования в нашем середине аппарат МРТ, ПТ, мы полностью практически забрали на себя все обследование по МРТ. Мы проводим это сами. В прошлом году, в 2017 году, организовали двусмерную работу нашего иммунологического отделения и, соответственно, повысили готовность. здесь хочется также показать то оборудование, которое стоит уже в учреждении. Это два номера. В прошлом году поставили новый аппарат в растемках. Это новинка, которая российского производства. в этом году начали работать, первая пациентка уже поднимается на данном оборудовании. По лекарственному обеспечению. Сумма достаточно впечатлительная. В прошлом году было заключено контракт на сумму 161. аналитики на полном чём его обеспечимом онлайн на годовой тренировки составил 12%. В дневном стационаре промечено 6357 пациентов, что составляет 122,5% от плана. В амбулаторном проконсультировано 97000 пациентов. Нельзя не отметить в работе использование современной технологии. За прошлый год нам удалось запустить областную инстанционную систему, наладить электронную и дистанционную запись через полкартер. Также мы сейчас отрабатываем вопрос с районами и с первичным звеном ПАК Санксивы, когда все изображения заложили. Двольное прочитывание идет у нас на потоке уже практически подставленной при лечебной комплектации как внутри регионов, так и комплектации с федеральными науками и научными центрах. Также регулярно проводятся семинары и мастер-классы с университетом галактики на право оседневных процессах. В рамках с антибиотическими заболеваниями с учреждениями на сегодняшний день было открыто 4 целота. 3 целота открыты, в Ульяновске и один салоп открыт там в районе. Открыты салопов, мы внимательно пишем наши коллеги, по нашим данным, сейчас с химией лечения получают практически 50%, но у нас разделилось 50 на 50. В последующем планируется еще открытые 4 целота. Много внимания уделяется профилактическим мероприятиям. Мы на постоянной архиве принимаем участие в программе «Спасите доктора». Наши специалисты приняли участие в шести тренинных эфиров, ответили на более 100 вопросов. Очень большая аудитория просмотров, то есть по статистике более не 100 тысяч просмотров. Также эти эфиры доступны по ссылке и в любой момент будут осмотрены. Мы реализуем достаточно интересный проект, это выездная в Калипинуте, когда два раза на месяц специалисты областного центра, в том числе и наши врачи, выезжают в районную область, так и выезжают в главные нештатные специалисты и осматривают пациента в районах области. За это время у нас было осмотрено более 100 человек в районную область. Также реализуется проект «Посхолокаральные диагностики, проферакции, лечение и региентации рака». В 1922 году было проведено 9 таких школ, а охват составил более статистическое строительство. Здесь показана работа с нашими волонтерами и медиками. Мы проводим все различные акции, мероприятия. Мы провели в прошлом году два мероприятия «Рака и Сашмиловна». В прошлом году это было два мероприятия, а охват составил более высокий уровень. Мы работали с нашим пациентским сообществом, проводим столы пациентов за то, что вот как бы было 9 часов. То есть, два года на школе были уже проведены онлайн, и в прошлом году в школе есть одна девочка. Наши доктора принимают участие практически во всех странах. В крупнейших наших конкурентах и центральных не только на территории страны, но и за рубежом. Я уже говорил выше о проблемах, которые есть. И одна из основных проблем – кадровая. Но нам в последнее время удается достаточно успешно решать взаимодействие с искательной онкологией и общевой диагностикой университета. У нас в этом году в ординатуру первого года поступило 17 ординаторов. Ординаторов второго года обучается 13 человек. То есть, общее количество 30 ординаторов, я думаю, что мы в 21-м году закроем основную реактивную проблему, которая есть, и тех, сообщества, и подвечественную конкурцию врача. Вот. Реализация проекта школы ранней диагностики, она купилась достаточно большим успехом в этом году. У нас в этом году поступило акт первичного знака за тем заявок на обучение на рабочем месте. Основной проблемой, которая является нашими сегодняшним, это нехватка площадей. Помещение приспособлено, и сама коллективная находится в здании бывшего комнатного процесса. Поэтому основной проблемой, которая существует перед нами на сегодняшний день, это строительство нового лечебно-диагностического корпуса. Нами разработана проектно-смертная документация подготовленной земли и неучаствует. Но в связи с последними событиями, мы должны быть готовы на то, что установлено на право для людей, которые мы будем делать. Будет как-то решаться. Что мы планируем делать? Мы планируем активизировать работу в первичном подпроводительском комитете только опыт. В этом году, наверное, я уже проведу 4 целых открыто. Мы планируем в этом году открыть наш опыт для Швейхенгода, и ваш опыт планируется в качестве 24-й Кангаде. Про введение предусменная работа в неделю на столкновение расстрелял, как рекламируется работа коллективники на вторую смену, и в мероприятии работа онкологического консилена в ежедневном режиме по некоторым заводам, чтобы позволило нам уже сейчас сократить время ожидания на эти дни. Дорогие коллеги, я, наверное, коротко оформляю. Да, я не знаю, спасибо большое за представленные результаты, касающиеся и характеризующие, что в Ульяновске онкологическая помощь развивается и очень активно. Слышно вас было ужасно, я не знаю, это только я ничего не слышала почти, но по представленным по слайдам становится понятно, что у вас количество оказанной помощи не очень билось в том году с планируемой. Скажите, пожалуйста, каким образом у вас ведется какой-то локальный регистр онкологических пациентов и судьбы этих пациентов, и на основании данных этого регистра вы определяете планы помощи на следующий год? Да, Людмила Григорьевна, действительно, есть свой канцерорегистр внутренний, который ведется в Ульяновской области, в нем на учете состоит 3-4 тысячи пациентов, то есть мы формируем в том числе за счет того регистра, который ведется в нашей территории. А по поводу финансовых показателей, да, это действительно достаточно накладно, потому что те объемы, которые у нас есть, соответственно, мы работаем с превышением объемов. Да, вам должно не хватить всего, по идее. Да, мы говорим, сколько нам за последние 3 месяца, за октябрь, ноябрь, декабрь, превышение объемов, нам, конечно, было выплачено, и на них оплатили. Но все остальное это за счет своих внутренних дел. Ну, мне кажется, что одним из путей решения этой проблемы может стать улучшить, принятие на учет и вычистка имеющегося вашего канцер-регистра, и для вас будет, наверное, очень много интересного выявлено касательно не поставленных на учет, во время не снятых с учета. Поэтому просто мы сталкивались с таким в Москве в том числе, и после того, как удалось систематизировать работу с канцером-регистром, мы стали понимать истинную проблему и потребности каждого округа, каждого учреждения. Поэтому, потому что я смотрю по оснащенности, у вас, в принципе, очень даже все достойно. По кадрам, по тем специалистам, которые у вас работают, это просто не обсуждается. Я вижу, что вы активно направили свои взоры на подращивание, воспитание собственных кадров в виде ординаторов, которые у вас уже там больше 30 человек, я так понимаю, в ординаторе. Да, за два года будет 30 человек. То есть вы сами растите себе кадры, на которые ляжет вся основная нагрузка оказания онкологической помощи. Поэтому, мне кажется, вот если вы сейчас немножко зацветоточьтесь на улучшении работы концерта регистра вашего Ульяновской области, у вас в будущем, может быть, не будет вот этих 141 процента и последующих финансовых и прочих неприятностей. Да, Сергей Алексеевич? Можно мне у нас время истекает уже, Виктор Дмитриевич, у меня короткие вопросы, я жду короткий ответ. На территории Ульяновской области работают два крупных учреждения, ваш диспансер и центр вот этой радиологии ФМБА. Скажите мне, пожалуйста, как вы, так сказать, открытие этого центра в Димитровграде, это вам помощь? Вы, так сказать, это является, так сказать, облегчение вашей участи, хотя, честно говоря, по вашим объемам это что-то как-то не похоже? Или как вы существуете с ним? Конкурентно, так сказать, нейтрально, как, так сказать, аддитивно, Сергей Алексеевич? Честные взаимосвязи или нет? Сергей Алексеевич, спасибо за вопрос, вопрос очень хороший, его очень часто в последнее время задают. Взаимодействует достаточно неплохо, но в плане помощи, наверное, у них есть ПЭТ-пухель и протонная терапия. Это те два направления, которых нет у нас, и которые мы перекрываем очень плотно, особенно по ПЭТ-КТ, то есть там там цифры, да, и изотопы, которые приедут у нас, то есть вот в точный момент у нас мы своих пациентов отправляем к ним, и в этом, как бы, есть помощь какая-то с нашей семьей. Но они забрали какие-то объемы ваших пациентов региональных ульяновцев к себе, или они все-таки работают на всю Россию, а ульяновских, так сказать, местных они, так сказать, отправляют к вам? Сергей Алексеевич, сейчас объемы у нас забрали. Забрали. Они забрали полностью на себя второй город ульяновских демократных населения, они полностью забрали на себя. То есть это часть объемов применения забрали. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое! Двигаемся дальше и перемещаемся в гостеприимную... Я сейчас прошу прощения. Игорь Евгеньевич там. А вот у нас, Игорь Евгеньевич появился. Да, я прошу прощения. Игорь Евгеньевич появился. Я уже слушал какое-то время, да, я большое спасибо за это приглашение, я прошу прощения, что так получается включаться, а можно коротенький прям комментарий, было не очень хорошо слышно еще с телефона из машины, еще раз прошу прощения, просто касательно конца регистра, ну все понимают прекрасно, что это основа там, да, и расчетов, и учета, и планирования там, просто очень важно создавать отдельную службу конца регистра, вот я просто хочу сказать, что в Москве за последние там года два, наверное, мы кардинальным образом поменяли вообще просто методику наполнения конца регистра, создана специальная служба, набраны специальные люди, специальным людям, специальным образом, в постоянном режиме обучаемой и работающей в тесном контакте с врачами, поэтому вот у нас сейчас есть вся надежда, что у нас эта статистика сейчас выправляется и становится все более и более точной все время, спасибо. И мы так просто призываем к тому, что можно этому примеру следовать, мы готовы им делиться. Спасибо. Мы возвращаемся в Ростов, в Дону, на Любовь Юрьевна, Эдуард Евгеньевич, Антон Андреевич, мы слушаем вас, очень рады видеть, что вы присоединились к нам, к нашему такому телемарафону по регионам и городам нашей необъятной розины. Добрый день, глубоко уважаемые Сергей Алексеевич, Людмила Григорьевна, Игорь Евгеньевич, все наши уважаемые коллеги, которые с нами участвуют в телемосте и являются нашими слушателями, мы от всей души всех приветствуем. Нужно сказать, что наше учреждение является одним из крупнейших на юге нашей страны и мы были первыми, кто осознал необходимость организации нейроонкологической службы на базе федерального онкологического учреждения. В прошлом году нашему отделению нейроонкологии исполнилось 20 лет, в этом году мы отмечаем десятилетие организации нашей лаборатории молекулярной онкологии, и поэтому я думаю, что является действительным, актуальным и злободневным для нас отметить те достижения, которые за это время сделаны нашими службами уникальными. И мы представим современные аспекты ранней диагностики микрохирургии и нейроонкологии, и этому будет посвящено два наших доклада. Я передаю слово руководителю отделения нейроонкологии, доктору медицинских наук, нейрохирургу, врачу высшей категории, Эдуарду Евгеньевичу Расторгуеву. Добрый день, уважаемые коллеги. Несмотря на прогресс в выявлении молекулярных основ первичных опухолей головного мозга, по-прежнему остается крайне мало эффективных химиотерапевтических и лучевых стратегий лечения. В настоящее время степень резекции опухоли и ее ранняя диагностика являются весомыми факторами, которые влияют на выживаемость наших пациентов. Удивительно, но широкой доступности МРТР, КТ-томографов, усовершенствование методов обработки КТ и МРТ-изображений, увеличение степени напряженности магнитного поля томографов никак не меняет объем первичной диагностированной опухоли центральной нервной системы как в детской, так и во взрослой популяции. В условиях уже выявленной опухоли программы постобработки МРТ-изображений рутинно используются в нашей практике лишь для интерпретации характера и степени распространенности опухолевого процесса, для определения возможности оперативного вмешательства. Помимо стандартных МР-изображений, для планирования операции в настоящее время нами широко используется визуализация объемных тензорных полей за счет окрашивания определенным цветом МР-пикселей в зависимости от ориентации вектора. Тракты волокон формируются в виде линий. Такой метод визуализации называется диффузно-тензорная, однотензорная трактография. На этапе планирования нейрохирургической операции визуализация тензорных полей выполняется на специализированной хирургической станции планирования, а далее реализуется в навигационной системе и окулярах микроскопа с использованием куд-устройства и комплекса эффективных программных модулей для различного клинического применения. В последней версии нам доступна быстрая обрисовка мишени, планирование нескольких траекторий для нейрохирургического доступа с предварительно заданными режимами просмотра, мультимодальная регистрация пациента с коррекцией РКТ, ПЭТ, КТ, МРТ изображений, возможно генерация трехмерных объектов краниально-сосудистой системы на основе заданной области интереса, доступно обогащение виртуальными анатомическими изображениями функционально значимых структур белого вещества и коры головного мозга, возможна консолидация всех структур, созданных с помощью модуля элемент, а также интерактивный просмотр планов в реалистичном трехмерном представлении. Главной задачей нейрохирургического лечения является противоречивая задача, это микрохирургическое удаление в максимально возможном объеме, но с минимальным повреждением функционально значимых зон головного мозга. И метаболическая навигация часто позволяет нам определить распространенность опухолевого процесса, а вот визуализировать гомункулюс Пенфилда позволяет тут устройство нашего операционного микроскопа. В зависимости от функциональной доступности выполняется различная степень резекции опухоли, но ее объем должен определяться в соответствии с критериями NCCN. Применение интероперационного нейрофизиологического мониторинга позволяет минимизировать тетрогенный и неврологический дефицит при удалении опухоли функционально значимых зон головного мозга, а также повышает степень радикальности удаления опухолевого процесса. На данном слайде представлена компиляция в виде регистрации оперативного вмешательства. Удаление олигодендроглиомы в области центральных извилин. Мы запустим видео и мы видим запись оперативного вмешательства. Синим цветом подсвечен кортикоспинальный тракт, подсвечена зона опухоли. Проводится вскрытие твердой мозговой оболочки. Это кортикоспинальный тракт с визуализацией на кору. Здесь мы можем видеть различные проекции МР-изображений с нанесенными функциональными зонами. Проведение биполярной электростимуляции. Это является элементом нейрофизиологического мониторинга. Различные модальности, которые могут в реальном режиме времени выводиться на операционную рану. Удаление опухоли. Интерактивный контроль удаления опухоли. Метаболическая навигация. Обновление планов навигационной системы. Объективный контроль резекции опухоли. Важным моментом нейрохирургической операции является объективизация степени резекции. Об этом я уже говорил. Имеющийся в нашем распоряжении программный модуль адаптивной гибридной нейрохирургии позволяет найти баланс между рисками, связанными с хирургическим вмешательством и токсическим эффектом радиохирургии. Для наших пациентов доступно интегрированное лечение. Это хирургия и радиохирургия. А также установление объективных критерий объема субтотальной резекции и проведение компьютерной симуляции и оптимизации остатка опухоли для радиохирургии с интраоперационным обновлением плана адювантной радиохирургии. На данном слайде представлен пример интраоперационного расчета остатка опухоли в процентном и графическом представлении. а здесь мы представляем интраоперационный расчет плана облучения остатка опухоли. С помощью высокоэнергетического линейного ускорителя «Навалис» с энергией фотонов до 20 мем, учитывая общую программную платформу, используем оптимально доступные варианты стереотоксической радиохирургии или радиотерапии. На данном слайде представлен пример проверки интраоперационных планов опухолевых объемов на этапе нашего обучения. Слайд демонстрирует полное совпадение интраоперационного объема остаточной опухоли с объемом остаточной опухоли, полученным с помощью контрольной МРТ, выполненного в течение 24 часов после операции. В настоящее время при использовании всех современных нейрохирургических технологий и комбинированных методов лечения, медиана выживаемости при глиомах высокой степени злокачественности по-прежнему не превышает 18 месяцев. И поэтому актуальным является выявление опухолей головного мозга как в детской, так и во взрослой популяции на ранней стадии развития. В нашем центре идеи ранней диагностики опухоли ЦНС были реализованы в двух исследованиях. Первая работа, проведенная еще в 2008 году, показала значимое достоверное повышение количества стигм деземброгенеза в детской группе у пациентов с опухолями головного мозга и достоверный прирост 27 морфогенетических вариаций развития у пациентов с опухолями головного мозга по сравнению с рандомизированной контрольной группой, представленной детьми с черепно-мозговой травмой. А здесь, на данном слайде, представлены антинатальные факторы риска по развитию опухоли головного мозга у детей по отношению к контрольной группе. И мы видим значительно достоверный прирост некоторых антинатальных факторов риска, таких, например, как повышение температуры тела матери выше 38 градусов, токсикоз первой и второй половины беременности, контакты матери с профессиональными вредностями, нежелание иметь ребенка и отсутствие планирования данной беременности. Созданная нами модель математическая четко ранжирует пациентов контрольной группой от группы среднего и высокого риска на фоне нейронкогенных синдромов, как то нейрофиброматоз первого типа и туберозный склероз бурневиля, синдрома олифраумини и так далее. И по теме данной работы было получено два патента Российской Федерации. В целом, схема выделения группы риска опухоли головного мозга у детей выглядит следующим образом. Дети с рисками пренатального и антонатального этапа развития при наличии общемозговой, неврологической или неясной соматической симптоматики с признаками дизрофического статуса или имеющих порог развития попадают в группу риска по развитию опухоли головного мозга. Каждая обнаруженная малоаномалия развития, неизменяемая в процессе роста ребенка, имеет определенный диагностический вес, созданная нами модель индивидуального риска развития опухоли ЦНС. При попадании пациента в группу среднего или высокого риска развития опухоли головного мозга требуется эпизодическое выполнение методов нейровизуализации, нейроонкологическая настороженность и динамическое наблюдение педиатра, невролога или нейрохирурга. И у детей это очень важно. Почему? Потому что крайне затруднительно объяснить маме ребенка, что данному ребенку необходимо выполнение МРТ-исследования с наркозом. В настоящее время возраст старше 45 лет и ионизирующее излучение считается единственным и неоспоримым фактором риска развития первичных опухолей головного мозга взрослых. Никакое другое воздействие или сочетание факторов риска окружающей среды у взрослых не доказано. Создание скрининговой панели для ранней диагностики глиальных и оболочных опухолей «Центральная нервная система у взрослых» безусловно актуальна задача. По теме данной работы было опубликовано более 10 статей в журналах с высоким импакт-фактором. Было получено 5 патентов Российской Федерации. Более развернутый доклад, посвященный созданию скрининговой системы ранней диагностики первичных опухолей ценност у взрослых, представит Пушкин Антон Андреевич. Спасибо за внимание. Давай, ты, наверное, пересядь. У вас там в чате есть вопросы, поэтому потом мы будем на них ответить. Мы не уходим никуда, мы просто понимали доклад. Да, я, наверное, сразу продолжу тогда, да? Да, продолжу. Добрый день, у Жанна Коллеги. Благодарю за возможность получать такое замечательное мероприятие. Хотел бы немножко подробнее раскрыть тему, которую затронул Эдуард Евгеньевич. Это ранняя диагностика, малоинвазивная диагностика, полушарный глюон головного мозга. В данном случае мы остановились на оценке микро-РНК в плазме крови. Ну, отмечу, актуализирую то, что диагностика на данный момент проводится методами нейровизуализации с последующей послеоперационной гистологической верификацией операционного материала и молекулярно-генетическими исследованиями в соответствии с классификацией ВОСТ от 2021 года. Но, к сожалению, текущие процедуры имеют ряд ограничений. Это ограничения МРТ-диагностики. По нашим данным, 34% операций, которые проводятся в отделении Эдуарда Евгеньевича, они сугубо диагностические стереотоксические биопсии в силу функциональной недоступности открытой эцетередукции опухоли. В связи с этим гистологические образцы могут быть малоинформативными вследствие полученного объема информации и, соответственно, вследствие полученного объема материала и, соответственно, возможно, некая субъективизма в постановке диагноза. Также исследования проводятся до 10 рабочих дней. Но, к сожалению, на данный момент отсутствует шаговая доступность методов оценки ответа на терапию или дифференцировки прогрессии от псевдопрогрессии для радионекроза при лечении. Кроме того, современное научное общество предлагает следующее решение для преодоления отмеченных проблем. Это выявление циркулирующих опухолевых маркеров в биологических жидкостях, таких как циркулирующие опухолевые клетки, циркулирующие нуклеиновые кислоты и оценка экзосом или микровизику. Наиболее информативными биологическими жидкостями могут выступать плазма, сыворотка или же спинномозговая жидкость. Мы в нашем исследовании остановились на циркулирующих микро-РНК, так как эти молекулы уже проверены в качестве стабильного биологического маркера как в тканях, так и в биологических жидкостях. Кроме того, они ассоциированы с множеством заболеваний и онкологическими заболеваниями, в том числе с гляльными опухолями. Кроме того, данные молекулы рассматриваются как перспективные решения для террористских заболеваний. Поставили цель исследования оценить уровни экспрессии циркулирующих микро-РНК и, опять-таки, возможности их применения в качестве биомаркеров для малоинвазивной диагностики глюома. Для этого мы получили данные секвенирования нового поколения в образцах плазмы пациентов с глиобластомой, сравнили с аналогичными показателями в образцах плазмы условно-здоровой группы, получили информацию о дифференциально экспрессируемых микро-РНК в количестве 946. При таком количестве невозможно говорить о каких-то диагностических моментах, соответственно, необходимо выявить наиболее диагностические значимые молекулы. Для этого было проведено машинное обучение на основе данных НГС двумя алгоритмами. Соответственно, было получено две панели на основе циркулирующих микро-РНК с наибольшей диагностической значимостью. Дальше для практического применения полученных данных была разработана диагностическая оценка с использованием выявленных микро-РНК. И мы видим на слайде, что это диагностическое значение дифференцирует между собой группы пациентов с глиобластомой и условно-здоровых участников исследования с очень высокими показателями чувствительности и специфичности. Но, к сожалению, на данный момент, говоря о технологии секвенирования нового поколения, ее нельзя рассматривать как рутинную практику. Для внедрения этих диагностических молекул в рутинную практику нам необходимо разработать доступную Т-систему на основе полимеразно-цепной реакции. Мы разработали чувствительную и специфичную Т-систему для диагностически значимых микро-РНК путем полимеразно-цепной реакции, провели собственные исследования среди наших пациентов с глиальными опухолями. Для сравнения взяли образцы пациентов с оболоченными опухолями и сравнили эти же показатели в образцах плазмы условно-здоровой группы. Таким образом, мы получили данные о дифференциальной экспрессии для 12-ти микро-РНК. И дальше для практического применения данных уже реал-тайм ПЦР было разработано дерево решений, которое позволяет дифференцировать между собой группу пациентов с оболоченными опухолями, группу пациентов с глиальными опухолями и дифференцировать эти группы также от показателей от участников условно-здоровой группы. И мы видим, что в дерево решений вошли показатели трех микро-РНК, и они демонстрируют довольно высокие показатели чувствительности и специфичности. Также нам интересно в дальнейшем дифференцировать между собой пациентов группы с глиальными опухолями по степени злокачественности. Для этого тоже было проведено соответствующее сравнение и было разработано дерево решений также на основе показателей трех микро-РНК в образцах плазмы крови, которая позволяет дифференцировать три степени злокачественности. Это пациенты с диффузной астроцитомой, пациенты с анопластической астроцитомой и пациенты с глиобластомой. В результате исследования было получено два патента. Мы сделаем вывод, что профилирование циркулирующих плазмой крови микро-РНК является надежным и воспроизводимым способом для малоинвазивного выявления первичных опухолей головного мозга. Кроме того, данный проект занимал и призовые места, и первые места на различных конкурсах, например, «Ты инноватор», конкурс «Фонд содействия инноваций» в 2021 году. В 2022 году проекту присвоен статус резидента Сколкова. И с этого года нам одобрено государственное задание, опять-таки, для развития этой темы до 2005 года. В дальнейшем мы видим большие перспективы развития данного проекта, например, рассматриваем возможность комбинации данных экспрессии микро-РНК в образцах плазмы с данными нейровизуализации путем нейро-СТО-анализа, который повысит, опять-таки, чувствительность, специфичность, малоинвазивной диагностики, позволит проводить исследования менее, ставить диагноз менее, чем за 8 часов. И здесь существует ряд преимуществ по сравнению с классической гистологической верификацией. Возможности лаборатории молекулярной онкологии, кроме общего лабораторного оборудования, представлены двумя платформами секвенирования нового поколения, что, опять-таки, позволит выявить уже на наших пациентах действительно надежные, воспроизводимые, стабильные маркеры, которые будут ассоциированы с глиальными опухолями, и, в том числе, со степенью злокачественности. Большое спасибо за внимание. Там есть вопрос для нас, поэтому, я думаю, нам нужно посмотреть. Вопрос. Да, Эдуард Евгеньевич, вам спасибо огромное, Антон Андреевичу. Есть вопрос для Эдуарда Евгеньевича. В какой степени активизация опухоли и структуры мозга позволила повысить эффективность оперативного лечения? То есть, что удалось? Уменьшить рецидивы, частоту, увеличить медиану времени до прогрессирования, общей выживаемости? Вот что, в практической точке зрения, и с онкологической целесообразностью дало вам уникальная система объективной лечения опухоли и структуры? Ну, на самом деле, так случилось, что в федеральные центры попадают пациенты со сложными локализациями опухолевых процессов, которые часто увлекают функционально значимые зоны. Это могут быть базальные гамбли, это могут быть припостцентральные извилины. И здесь важно принять решение таким образом, чтобы удалить опухоль и пациент не имел нарастания неврологического дефицита. И это первая задача. Почему? Потому что, когда пациент получает тяжелый неврологический дефицит, то реально для этого пациента заканчивается при лечении. То есть невозможно будет ни проведение ни химиотерапии, ни лучевой терапии. Это склонность к тромбообразованию, очень частые, так скажем, социально-психологические проблемы и у пациента, и у родственников. Поэтому вот эта система нам дает таким образом безопасно удалить опухоль, чтобы с одной стороны не было нарастания неврологического дефицита. Пациент мог продолжать лечение. И мы имеем интраоперационный перерасчет того остатка опухоли. И машина нам говорит, что да, этот остаток опухоли можно безопасно облучить, не нужно дальше продолжать операцию. Почему? Потому что это бесконечный спор. Одному нейрохирургу может показаться, что он удалил полоску опухоли. А когда мы делаем контрольное МРТ, оказывается, что эта опухоль не удалена или объем этой резекции представляется совершенно по-другому, чем кажется нейрохирург. И мы сравнивали в процессе обучения удаленные остатки опухоли. Я говорил уже в этой презентации, что имело место совпадение остатка опухоли по нашей навигационной системе и остатка опухоли на контрольном МРТ. И эти остатки опухоли, они позволяют проходить по всем видам терапии. Это не только там обычная лучевая терапия по два Грея, но это может быть даже стажированная или даже радиохирургия. По критически важным структурам. Я поняла. Я хочу помочь немножечко сориентироваться Эдуард Евгеньевич, он защищал у нас буквально недавно докторскую диссертацию. Там было показано, что им уменьшают и рецидивы, и безрецидивную выживаемость. Я поняла, Любовь Юрьевна. То есть вы как минимум видите лучшее качество жизни этих пациентов. Это позволяет сохранить им важные нейтрологические структуры. А по диссертации, по анализу отдаленных результатов вы уже продемонстрировали и онкологические результаты. Я правильно понимаю? Безусловно. Да, безусловно. Сергей Алексеевич, вы удовлетворили свой интерес к этой интересе? Да. Спасибо большое. За неимением времени вопросы, которыми я накопила с Антоном Андреевичем, я вам, Любовь Юрьевна, задам, а вы их транслируете потом. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое. Если вы позволите, мы исторически так уже сложилось, перемещаемся в Москву. И завершающий доклад Ирина Ивановна Андреяшкина, заместитель главного внештатного специалиста, онколога департамента здравоохранения города Москвы. Ирина Ивановна, пожалуйста. Добрый день. Глубоко уважаемый Сергей Алексеевич, Игорь Евгеньевич, Игорь Григорьевич, коллеги. Спасибо за возможность на площадке такого уникального мероприятия. Собственно, рассказать и о нашем опыте, опыте наблюдательного исследования в онкологии на примере Москвы. И уважаемый Людмила Григорьевна является одним из экспертов непосредственно команды, которая принимала в этом активное участие. Вся программа наблюдательного исследования Москвы реализовалась практически в шести базовых учреждений, непосредственно объединяющих все округа Москвы. То есть наши когорты – это реальные онкологические пациенты, непосредственно города Москвы. Напомню вам о том, что Москва действительно впервые взяла на себя обязательство выполнения клинических рекомендаций и обеспечения непосредственно десяти злокачественных образований в рамках сверхбазового и возможности осуществления лечения, лекарственного лечения согласно клиническим рекомендациям. Вне десяти ЗНО также непосредственно не уменьшилось обеспечение лекарственной, и пациенты вне десяти ЗНО полностью получают лекарственную терапию в рамках региональной льготы Департамента здравоохранения города Москвы. При этом при всем в Москве мы сталкиваемся с проблемой о том, что все новые и новые препараты, выходящие на непосредственно рынок и появляющиеся в пользовании практических онкологов нуждаются в опробировании и рассмотрении вариантов профиля как эффективности, так и профиля токсичности. И вот данный опыт непосредственно постановлением правительства от декабря 2021 года о формировании так называемого наблюдательного исследования, наблюдательной программы эффективности отдельных лекарственных препаратов при онкологических заболеваниях стартовал в Москве. На данный момент это уже практически год данной программе и мы собственно те положения, которые в основу закладывали самого постановления, регламентируем открыто и это и перечень препаратов, это возможности рассмотрения непосредственно формирования онкологическим сообществом данного перечня и экспертной оценкой онкологического сообщества в рамках Московского онкологического общества. Был определен ряд препаратов, это 10 препаратов, которые вошли в данную программу. Сразу хотелось бы оговориться о том, что пролголемаб был включен непосредственно в плановую закупку и его место достойно занял препарат лорлотиниб. Таким образом мы собственно в 10 наименованиях остались, при этом гораздо больше показаний и уникальность данной программы такова, что было два рукава наблюдателя лекарственного исследования, один из которых касался метастатических заболеваний, непосредственно распространенности процесса и профилактическо-адювантного назначения и назначения в поддерживающей терапии. Уникальным данный проект был еще с точки зрения непосредственно финансирования данной истории. Мы осуществляем лекарственное обеспечение в рамках региональной льготы в Москве и закупка препаратов осуществляется департаментом здравоохранения. Но в Москве стартовал успешно проект компенсационной выплаты перечислением средств на карту пациента для возможности покупки того лекарственного препарата, который был рекомендован в рамках дефектуры. Дефектуры закупки 44 ФЗ, чтобы избежать возможных ошибок непрерывности применения лекарственной терапии. И вот этот механизм компенсационной выплаты был заложен в само наблюдательное исследование. То есть помимо того, что мы определили ряд препаратов, которые либо нет в клинических рекомендациях, либо есть, но нет по каким-то определенным показаниям, встал вопрос о том, каким образом обеспечить пациента как можно быстрее. И вот здесь механизм компенсационной выплаты очень успешно был ассимилирован в данную программу. И пациент, получающий на городском онкологическом консилиуме подтверждение в получении непосредственно данного вида лекарственной помощи, получает перечисление в виде компенсационной выплаты по стоимости препарата. И успешно получает этот препарат без ожидания. То есть начало терапии, продолжение терапии с точки зрения механического, касаемо экономических выплат, практически сбоев не отмечает. Само наблюдательное исследование непосредственно реализовано на платформе ЕМИАС. Коллеги многое говорили о том, что у них есть возможности своих локальных сетевых решений, возможности, но они никоим образом не экстраполированы с регистром. В Москве, как уже отметила Игорь Евгеньевич и Людмила Григорьевна, тоже на этом акцент делали в Москве, существует единая платформа ЕМИАС. И, собственно, консерегистр аккумулирован с данной системой. И пациенты, включаемые в наблюдательное исследование лечащим врачом, пройдя собственную инициацию на городском онкологическом консилиуме. Надо отметить, что городской онкологический консилиум – это еще один уникальный механизм Москвы. Все эксперты шести, сейчас пяти онкологических центров входят в данный орган совещательный. Никоим образом данный орган не занимается отсечкой пациентов. Нет. Исключительно с точки зрения помочь лечим врачу сориентироваться и определиться с критериями включения и наблюдения в дальнейшем за этими пациентами. Все осуществляется на платформе, включая монетизацию и последующее наблюдение пациентов. Данные платформы по результатам успешно выгружаются, дабы получить оптимальные отчеты по тому или иному периоду. Хотелось бы отметить уже по итогу года какие-то цифры. Дело в том, что эти цифры регламентируемые, они понятны. И здесь мы видим, что огромное количество заявок, это уникальные заявки для рассмотрения, есть положительный пул пациентов, есть отрицательные решения. Сразу оговорюсь, что отрицательные решения преимущественно были связаны с тем, что та или иная схема была более оптимальна для данного пациента. Экспертами она была рекомендована лечащему врачу. При этом, при всем, конечно же, отражается и первичная множественность поражений. Здесь, конечно, данные пациента берутся на контроль. Сразу хотелось бы отметить, что есть пациенты с отчетанными гематологическими патологиями. Здесь подключаются врачи-гематологи всесмежной специальности. Портрет пациента, если рассматривать по возрасту и полу, мы видим, что средний возраст пациента составляет 68 лет, преимущественно составляют мужчины. Здесь хотелось бы сделать акцент на том, что вы видели, что в список включены антиандрогены нового поколения. И действительно, пул пациентов, преимущественно пациенты с раком предстательной железы, мы это далее покажем. Но тем не менее, есть и женщины. При этом, при всем, возрастная структуру у женщин, поскольку это рак молочной железы, это лидеры молодого возраста. Обращаю ваше внимание также на структуру по локализационную. Здесь вы видите, что с раком молочной железы это более молодой возраст, 54 года средний возраст, и рак предстательной железы 71 год. Все эти показатели, собственно, портрета пациента полностью соответствуют регистрационным клиническим исследованиям по данной нозологии. То, что касается молодого возраста, здесь, конечно же, это пациентки раком молочной железы. Здесь хотелось бы отметить особенность. Это назначение пациентам с ранним гормонозависимым хероотрицательным раком молочной железы, но высоким риском рецидивирования объема циклиба, и пациенток с наличием ВРК-мутации, неблагоприятного прогноза возможности назначения парп-ингибиторов уже непосредственно в адювантном режиме. Распределение у данных пациенток по возможности прогрессирования здесь хотелось бы сразу отметить о том, что данные результаты приведены со средней медианой примерно в 4,3 месяца. Полные медианы, естественно, учитывая короткий период наблюдения, мы пока еще не получили. И обращаю ваше внимание на возрастную группу 81 года и более. Конечно, здесь преимущественно лидирует рак предстательной железы. И хотелось бы отметить, когда мы сравнивали профиль токсичности нежелательных явлений, у пациентов старшей возрастной группы, как это было ни странно, профиль токсичности, собственно, был более выигрышным, чем у пациентов молодой группы. Решение включения наблюдательных исследований. Вы видите, что по каждой из нозологий, начиная с рака легкого, рака молочной железы, продолжая предстательной почкой, в принципе, все достаточно равномерно включение в наблюдательные исследования. На примере рака легкого хотелось бы обратить ваше внимание о том, что в данной ситуации назначался семертениб в Адьювальте и лорлотениб также у пациентов назначался преимущественно с наличием Росмутации. Дорволумаб – препарат, который назначался в поддерживающей терапии. В этой истории также у нас есть уже, собственно, пациент, который успешно сошел с 12-месячного наблюдения без прогрессии. Несколько таких пациентов. И препарат Асимертениб – бессобытийная история в адьювантном режиме у пациентов с раком легкого. Что касается ракомолочной железы, дело в том, что логично предположить, что при назначении Адьювальта Абемоциклиб он назначался в средний возраст 49 лет и Алпелисип при метастатическом наличии в Виктрисии мутации практически с 60 лет пациенток. У пациенток на группе Абемоциклиба эти пациентки практически были исключены по причине прогрессирования и токсичности. Одна была пациентка исключена согласно отказу следовать рекомендации, не одна пациентка по периоду прогрессирования. Ситуация с аллопорибом достаточно тоже понятна при раннем раке. Все пациентки находятся на строгом наблюдении. И вот о чем хотелось бы сказать в первую очередь. Для нас наблюдательные исследования – это начало. То есть мы понимаем, что по той медиане наблюдения на той или иной лекарственной опции или препарате, пока медиана достаточно короткая. Но опыт очень интересный и самое главное. Для нас это опыт, это успешное взаимодействие московского онкологического сообщества непосредственно с управленческой структурой и департаментом здравоохранения. Тогда, когда наши специалисты могут рассмотреть более сложные случаи, сделать свои выводы и предложить новые моменты, новые лекарственные препараты, включению в такую уникальную систему наблюдательной программы. Таким образом, мы, собственно, в процессе развития коммуникаций и успешно коммуницируем с управленческим аппаратом правительства. И, собственно, правительство нам дает возможность к расширению данных коммуникаций. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, Ирина Ивановна, за анонс представления первых таких анализов нашей наблюдательной программы, наших наблюдательных программ. Часть, как вы уже отметили, препаратов и показаний идут с небольшим даже опережением наших рутинных подходов. Ну, а также демонстрация того, что есть возможность при правильном выстраивании, взаимодействии, коммуникации с управленческим аппаратом, обеспечения наших пациентов максимально современными вариантами лечения, позволяющими рассчитывать на существенное улучшение результатов лечения, процента излечения части больных, когда речь идет о антювантных программах, или улучшение, сохранение долгого удовлетворительного качества жизни, когда, например, речь идет о применении новых антиандрогенов второго поколения для мужчин, имеющих рак предстательной железы. Я думаю, что в последующие наши встречи мы сможем более широко и более наглядно показать вам результаты наших наблюдательных программ, это сейчас готовится. Ну, а также, как сказала Ирина Ивановна, к счастью, мы продолжаем эти программы, и наши пациенты имеют возможность лечиться по наиболее современным режимам и с использованием наиболее современных вариантов лекарственной терапии. Сергей Алексеевич, конечно, на правах ведущего и модератора. Ирина Ивановна, спасибо большое за ваш доклад. Могу я узнать, а когда эта программа началась? Программа началась в начале 2022 года, как я уже показала, постановление было датировано декабрем 2021. Мы с 1 января 2022 года, собственно, начали данную программу. Постановлением также правительства эта программа была продолжена январем, собственно, 2023 года. И мы сейчас, ну, в процессе обсуждения результатов года. То есть, по сути дела, вы сейчас представили итог работы одного года, да? Анонс, да. Дело в том, что не все показатели. Я сконцентрировалась на аспектах, там, адювантного назначения портрета пациента. Но у нас будут интересные результаты. Я думаю, что после обсуждения экспертов и московского онкологического сообщества эти результаты будут более дополнены и расширены. Хорошо. Есть еще вопросы какие-то? Нет. Не знаю, удалось ли присоединиться Игоре Евгеньевичу, которым все-таки... Игорь Евгеньевич, вы с нами? Звука нет. Нету. Я вот так вот трансферую. Игорь Евгеньевич, рад всех приветствовать. Очень расстроен, что не может словами вербально выразить свое сожаление, что не может вам это сказать. И очень надеется, что в последующем будет техника на более высоком уровне, и ему удастся озвучить свои вопросы, напутствие и какие-то мысли по тем представленным результатам наших регионов, с которыми мы готовы делиться нашим опытом и перенимать их опыт. Поэтому хочу всех поблагодарить и в качестве заключительного слова Сергею Алексеевичу, конечно же, передать слово. У меня нет слов выразить благодарность тем, кто принимал участие и организовывал этот телемост. На самом деле, каждый раз, когда я участвую в этом мероприятии, он дает мне, например, четкий сигнал о том, что онкологическая служба Российской Федерации, несмотря на все сложности, продолжает работать. И развиваться. Да, не только работать, и развиваться. Спасибо. И развиваться. И понятно, что Москва сегодня нам показала перспективы своей работы. Москва идет впереди. Все имеют возможность идти вперед, впереди всех других регионов. Но очень важно увидеть, что и в нашей большой стране, далеко за пределами Москвы, происходит движение в нужном направлении. Коллеги демонстрируют высокий профессионализм, желание сделать работу онкологической службы более эффективной, продуктивной, чтобы помощь онкологическая нашим пациентам приходила вовремя и была своевременной. Ну, я хотел бы поблагодарить Игоря Евгеньевича, Людмилу Григорьевну, за то, что они активно участвовали в сегодняшнем теле-нашем марафоне. Я хочу еще раз поблагодарить всех вас и пожелать вам всего самого доброго. Я надеюсь, что в следующем году мы опять на мероприятии подобного формата сможем узнать, что же происходит и в других регионах нашей страны и взять, может быть, услышать что-то интересное, что-то важное, что могло бы быть использовано уже сегодня или завтра, в ближайшем будущем в работе и ваших учреждений. Успехов всем вам! Да, и еще раз вводил сейчас Игорь Евгеньевич и просил еще рассказать всем огромное спасибо за ваш труд и за ваше представление и ваш опыт, который мы с удовольствием тоже впитываем и надеемся на будущее сотрудничество. Спасибо всем большое! Спасибо! До свидания!